Людмиле Анатольевне можете передать Почему решили поучаствовать в сборе гуманитарной помощи? Сами можем оказаться в любой трудной ситуации Если мы вместе, в любой момент нужна поддержка Как вы думаете, сейчас людям, которые остались без жилья, что сейчас нужно? Не падай духом, это самое главное В дальнейшем народ поддержит, чем может На прошлой неделе произошло трагическое событие Произошло наводнение в Иркутской области Пострадало более 4,5 тысячи домов И в зоне бедствия находится порядка 10 тысяч человек Российский Красный Крест в понедельник создал оперативный штаб Который занимается координацией помощи пострадавшим районам И все региональные отделения, в том числе Свердловское региональное отделение Приняли решение об участии наших волонтеров И членов Красного Креста, а также всех неравнодушных людей Помощи пострадавшим от наводнения Уже на сегодняшний день, вот сегодня четверг Собрано порядка полтонны Это продукты питания, средства гигиены, постельное белье И эту гуманитарную помощь мы планируем отправить силами МЧС Или если, так сказать, с МЧС не получится, отправим контейнерами По опыту предыдущих компаний, я могу сказать, что собирается порядка от 20 до 100 тонн Но все равно для отправки необходимое количество Ну я думаю, что от 5-10 тонн Я думаю, что мы это сможем собрать где-то за неделю А что не надо нести? Скоропортящиеся продукты И вещи зимние не нужно сейчас То есть надо по сезону Если там дожди, соответственно, ветровки, дождевики, резиновые сапоги То есть вот такое вот нужно, самое необходимое В детстве, взрослом? Любые размеры Любые размеры Видимо, у вас там какие-то книжки, настольные игры или что? Это передали тоже как бы детям, чтобы, ну, видимо, они, чтобы духом не падали, чтобы играли Потому что раз смыло все, значит, и детские сады, и школы, и все Детям надо же чем-то будет заняться Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова